В этом году Кагалымский полумарафон получил статус международного. Трасса прошла сертификацию по мировым легкоатлетическим стандартам, что позволяет проводить официальные соревнования. В первые рамках полумарафона прошел чемпионат России по бегу на шоссе на 15 километров. Первыми на старт вышли профессиональные бегуны, а вместе с ними олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков, Никита Крюков и известный футболист Алексей Смерсин. Челябинец Никита Павлов практически сразу вырвался вперед, лидировал на всей дистанции на 15 километров и первым коснулся финишной ленты с результатом 47 минут и 19 секунд. Чемпион России! Дистанция далась довольно-таки, ну скажу честно, несложно. Соперники в принципе были, ребята тоже сильные. У женщин на этой дистанции с результатом 51 минуты и 6 секунд победила Александра Вдовина из Саранска. Все отлично, погода прекрасная, трасса достаточно ровная. Было несколько горок, но не критично. Соперницы как вообще? Неплохо, мы первую дистанцию по первой половине начали с Ковалевой и Мариной, а потом я уже ушла на втором кругу и бежала еще дистанцию одна. Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков и Никита Крюков финишировали с хорошими результатами. Прославленные спортсмены показывают пример стойкости и выдержки. Легков на неделе бежал в марафон в Владивостоке и выиграл. С одной бежали сильные ребята и вместе работали, поэтому все хорошо. Саш, не тяжело после Владивостока такая нагрузка? Лучше не спрашивайте, я вообще не понимаю. Наверное, потому что я не понимаю, так и побежал. Давно не бегал 15 километров. Наверное, за последние лет 5 гладкого бега. Это чистая первая дистанция. С собой доволен. Хотел выбежать сегодня с часа. Вначале бежал с хорошим запасом, но потом чувствуется, что после где-то 8-9 километра небольшой кризис начался. Но справился с собой и удержал. На финише всем участникам забега памятные медали вручал олимпийский чемпион побега Юрий Барзаковский. Почетно. Как и бежать с олимпийцами, признаются легкоатлеты. Мы бежали 12 километров вместе. Да, действительно, было очень приятно. В принципе, бежать с олимпийским чемпионом рядом. Это супер. По окончании забега на 15 километров на старт вышли все желающие преодолеть полумарафон. На дистанции развернулась нешуточная борьба. Ну а первым завершил 21 километр и 100 метров тюмениц Владимир Березин, затратив 1 час 9 минут и 42 секунды. Погодные условия отличные. Это самая классная погода для бега. Плюс 12, такой моросящий и охлаждающий дождь. Бежалось, если честно, тяжеловато. Но соперники были примерно моего уровня. Поэтому удалось. С парнем бежали всю дистанцию и на финише разыграли первое место. У женщин равных не было сургутянки Елене Вихревой. Ее результат 1 час 29 минут и 6 секунд. Результатом довольна. Все отлично. Спасибо. Вслед за марафонцами дистанция 2,5 километра и эстафета. На старт вышли 32 команды, а также несколько сотен любителей бега. Самые быстрые в эстафете – спортсмены сборной «Лукоэл Пермь». И команда тоже самая. Регулярные тренировки, планы. Мы готовились. Мы рассчитывали на результат. Мы приехали представлять команду «Лукоэл Пермь». И мы не могли просто их подвести. За команду «Союз Спартак» в эстафете бежал экс-воротарь «Спартака», чемпион России по футболу Артем Ребров. В принципе, я пробежал, наверное, лучше, чем ожидал. Я так никогда не бегал. Здесь, наверное, особый воздух какой-то для меня. 3, 2, 1. В рамках полмарафона впервые состоялся этнозабег с участием представителей коренных народов Севера. На старт вышли 66 участников из Югры, Ямала, Республики Коми, Нинецкого автономного округа и Мурманской области. Ханты, Манси, Кольские, Саамы. Как для меня первый раз это? Ну, интересно. Для нас, для взрослых, не так было тяжело. А для ребенка было тяжело километр пробежать. Для нас это несложно было. Мы всю жизнь в болоте, природе. 3, 2, 1. Настоящую волю к победе показали дети. В разных возрастных категориях бежали до одного километра. На торжественном закрытии Международного Коголымского полмарафона наградили победителей и призеров соревнований. Им вручили медали, подарки и денежные призы. Сергей Ефимцев, Михаил Адвахов, Евгений Скляров. События. Продолжение следует.